Я здесь сразу переведу вопрос. Здесь мне говорят, что как ты, Мухтар Аблязов, собираешься бороться с коррупцией, что якобы коррупция в крови казах? И, ну, коротко смысл. Я скажу следующее. С коррупцией бороться легко. Мы говорим, что должна быть свобода слова, пресса свободная. Мы говорим, что судебная система, они сейчас подчиняются Назарбаеву, она должна быть независимой, судей, должны избирать народ. Мы говорим, что власть должна быть подконтрольна народу, а ким их нужно избирать. И вот тогда, если кто-то будет заниматься коррупцией, люди его сами проявят, покажут, пресса к нему в постель залезет. Не то, что там где-то он отдыхает, какие-то деньги тратит. В постель залезет пресса. Вот так работает это на Западе. Тогда люди просто будут знать, ты сделал что-то неправильное, тебя сразу разоблачат и посадят в тюрьму. Сразу. Потому что суды не работают по команде сверху, они работают по закону. Следственные органы, они тоже будут работать по закону. И если следовательно будет работать плохо, если суды будут работать плохо, тысячи людей выйдут на массовые митинги, а сейчас наши люди не могут бояться, боятся власти, хотя по закону это их право. Вот когда такая система будет, тогда коррупция будет устранена очень быстро. Вы же знаете, вот в Японии там мэр Токио уходил, когда его обвинили, что он использовал машину, поехал куда-то съездил или позавтракал на 25 долларов. У нас миллиардами крадут, миллиардами при этом режиме. И нет коррупции в крови казахмана. Это система политическая. Когда будет конкуренция, прозрачность, когда все будут знать, что коррупционер будет наказан, что судьи не будут работать по заказу, а по закону, когда все изменится в один день. И все это разговоры, ментальность. Я по этому поводу все время говорил, когда Назарбаев говорит, где я вам возьму там 20 миллионов американцев, говорят, что они знают, что такое демократия. А у нас казахи вот такие не знают. Очень просто. Вы пользуете интернетом, вам ментальность не мешает. Летаете на западных самолетах, ментальность не мешает. Живете, пользуетесь мебелью западной, а у нас, собственно, не производится. Ментальность не мешает. Лекарственные препараты, ментальность не мешает. Поставить оборудование, торговые центры, даже оборудование, которое производят макароны, ментальность не мешает. А вот западную систему управления, оказывается, вдруг почему-то нам мешает ментальность. Это все ерунда. И насчет коррупции в крови казаков тоже ерунда полная. Вон арабы, посмотрите, только вне 60-70-х годов нашли, взлетели одни из богатейших сейчас, да? Потому что они правильно начали использовать ресурсы государств, систему управления. Все западное абсолютно. Кроме того, что они, правда, владельцы страны, группа шейхов. Поэтому, если отсталые арабы, которые несколько десятков лет назад ездили только на верблюдах, в пустыне у них ничего не было, сумели стать одним из богатых стран, то наша страна, которая опережала их тогда и сейчас, на самом деле мы более образованы, у нас потенциал многократно больше, чем в любой арабской стране. У нас и нефть, газ, золото, уран, чего только нет в нашей стране. И природа шикарная. Поэтому насчет, что это в крови, коррупция, это пустые слова, что коррупция в крови. Это делает специальный режим, вас оболванивает, мы такие же люди, руки, ноги, голова, мы все одинаково рождены. Другой вопрос, что нам нужно лучше образовываться и осознать. Мы можем сделать, мы ничем не уступаем любым другим народам. Когда мы это осознаем, мы сделаем. Понимаете? Нам не нужно ориентироваться, говорить, ой, мы там, нас Китай может съесть, вот нас Россия съест. Это, скажем, люди слабые, которые не в состоянии чего-либо добиваться, выросли, что или мама, папа за ручки ведет, или сосед ведет, или вот должен ельбасы вести, или Аллах должен что-то сделать не в этой так другой жизни. Это люди-импотенты, я так скажу. Когда мы станем самостоятельными людьми, когда сами сможем принимать решения и будем готовы выстраиваться и строить государство сильное, как независимые нации, тогда у нас все получится. А сейчас мы как беспомощные люди все время по сторонам глядим, к кому бы прижаться, кто бы нас за собой потащил, кто бы за нас поработал. Вот от этого надо избавиться. Нет ничего, никакой коррупции в крови казахов. Это ерунда полная.